Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10-11 класс от Насян. Задание номер 2. По рисунку 9 назовите А. Точки, лежащие в плоскостях DCC1 и BQC. Давайте вначале изобразим эти или выделим эти плоскости. Плоскость DCC1, судя по названию, проходит через точки DC и C1, а значит, точки DCC1 лежат в правой грани прямоугольного параллелепипеда, изображенного на рисунке. Тогда мы выделим эту грань. И тогда плоскостью DCC1 будет плоскость, в которой лежит эта грань. Разумеется, вы понимаете, что плоскость распространяется далеко за пределы грани, которая лежит в этой плоскости. Тем не менее, теперь мы отметим точки, которые лежат в этой плоскости. Это точки D, точка D1, 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 C1, C. Также, поскольку точки D и D1 лежат в плоскости, то прямая DD1 и все точки, принадлежащие этой прямой, тоже лежат на этой плоскости. Значит, точка K тоже принадлежит этой плоскости. Точка M, так как она лежит на прямой CC1, тоже принадлежит плоскости. И также этой плоскости принадлежит точка R. Но давайте еще раз посмотрим. Точки K и M принадлежат плоскости. Значит, по второй аксиоме все точки прямой K и M принадлежат этой плоскости. И в их число входит точка R. Таким образом, всего 7 точек, которые мы вот записали, вот они все принадлежат плоскости D, C, C1. Теперь рассмотрим плоскость B, Q, C. Она проходит через точки B, Q и C, а эти точки лежат на задней грани прямоугольного параллелепипеда. Параллелепипеда, значит, этой плоскостью будет плоскость, в которой лежит задняя грань параллелепипеда. Вот она. Так, теперь давайте отметим точки, которые находятся на этой грани, ну, а значит, лежат в этой плоскости B, Q, C. Это точки B, B1, C1, C. Это точка M. Точка R уже не лежит в этой плоскости. Так, это точка Q, а также это точка P. Ну, если считать, что точка P лежит на отрезке B, Q. Всего 7 точек мы получили. И запишем, что все эти точки лежат на плоскости B, Q, C. Пункт B. В пункте B нужно указать плоскости, в которых лежит прямая АА1. Ну, прямая АА1, судя по ее названию, лежит в плоскости, которой принадлежат точке АА1. Запишем это так. Так, прямая АА1 принадлежит плоскости АА1. И еще нам нужно одну точку указать. Ну, точка D1. Вот она принадлежит плоскости этой. Еще прямая АА1 принадлежит плоскости АА1, В1. ААА1, В1. Ну, это плоскость, в которой лежит левая боковая грань прямоугольного параллелепипеда. Так, пункт В. Здесь нам нужно указать точки пересечения прямой МК с плоскостью АВД. Плоскость АВД проходит через точки АВ и Д. Значит, она совпадает с плоскостью, в которой лежит нижняя грань параллелепипеда. Так, прямая МК проходит через точку Р, как видно из рисунка. Но точка Р в то же время принадлежит плоскости АВД. Почему? Потому что точки Д и С лежат в плоскости АВД. А значит, все точки, которые лежат на прямой ДС, принадлежат плоскости АВД по второй аксиоме. И в их число входит точка Р. Таким образом, точка Р является точкой пересечения прямой МК и АВД. Точка Р. И эта точка единственная. Это следует из следствия, из второй аксиомы. Так, еще здесь же нам нужно указать точки пересечения прямых ДК. ДК с плоскостью А1, В1, С1. Плоскость А1, В1, С1. Это плоскость, в которой лежит верхняя грань параллелепипеда. Вот она у нас выделена. Прямая ДК. Вот мы ее изобразим. Вот она ДК. Нет, это не прямая ДК. Прямая ДК. Она проходит, она совпадает с ребром ДД1. А значит, прямая ДК пересекает плоскость А1, В1, С1 в точке Д1. Теперь нам нужно с прямой БП. БП. БП с плоскостью А1, В1, С1. А вот мы выделили прямую БП. Она пересекает ребро В1, С1 в точке К. Значит, точка К принадлежит одновременно и ВП, и А1, В1, С1. И это единственная точка, в которой пересекаются прямая ВП и А1, В1, С1. Все по тому же следствию из второй аксиомы. Так, дальше у нас пункт Г. В пункте Г нам нужно указать прямые, по которым пересекаются плоскости АА1, В1 и АЦД. ААА1В1 – это вот эта плоскость. АЦД – это плоскость нижней грани. И вот они, и видно из рисунка, что они пересекаются по прямой АВ. Так, следующее. Следующее у нас ПВ1, С1. И пересекает АВС. Ну, ПВ1, С1 проходит через точки ПВ1, С1. Все эти три точки принадлежат задней грани параллелепипеда. Значит, вот эта плоскость, вот она, плоскость которой лежит задняя грань. И плоскость АВС – это плоскость нижней грани прямоугодного параллелепипеда. Они пересекаются по прямой ВС. И последний пункт Д – точки пересечения прямых МК, МК и ДЦ. МК и ДЦ. Ну, они пересекаются в точке Р. Почему? Потому что точка Р лежит на прямой МК, и точка Р лежит на прямой ДЦ. Значит, это будет единственная точка пересечения двух прямых. Ну, если прямые не параллельны, то они пересекаются и пересекаются в одной точке. Следующая пара прямых – это прямая В1С1 и прямая ВП. Прямая В1С1 проходит через ребро В1С1, а прямая ВП, вот она проходит через точки В и П. Как видим, В1С1 и ВП пересекаются в точке Q. Точка Q – точка пересечения этих прямых. И последняя пара – С1М и ДЦ. Точка пересечения прямых С1М и ДЦ является точка С, потому что она одновременно лежит и на С1М и на ДЦ. Задания выполнены. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.